Движение – жизнь. Это утверждение многим знакомо с детства. Для некоторых людей движение стало синонимом боли. Заболеваниями опорно-двигательного аппарата страдают люди разного возраста. Артриты, артрозы, межпозвонковые грыжи стали спутниками современного человека. Как правило, к врачу пациент обращается уже с запущенной стадией заболевания. В Рязани более полугода работает многопрофильное медицинское учреждение, где таким пациентам помогают. В М-клиник используют комплексный подход в лечении самых разных заболеваний. А современное оборудование и умелые руки врачей просто ставят пациентов на ноги. Пациент, который пришел сюда на лечение, должен получить максимально возможную пользу при абсолютной гарантии отсутствия вреда. Я слежу именно за тем, чтобы эти противопоказания не были упущены. То есть, первоначальная диагностика, она дает направление, в котором мы движемся дальше. Пациент сдает анализы, общие анализы, биохимию. Проходит ЭКГ, проходит другие аппаратные, так скажем, методы исследования. ЭКГ консультируется несколькими специалистами. Это терапевтом, прежде всего, неврологом, физиотерапевтом, ортопедом, диетологом, психологом, который создает мотивацию к лечению. Позитивный настрой и мотивация на выздоровление не менее важны. Поэтому к каждому пациенту здесь индивидуальный подход. Помимо лечения заболевания непосредственно опорно-двигательного аппарата, в М-клиник проходит восстановление после нарушения мозгового кровообращения. Длительная реабилитация, массаж конечностей, аппаратные методики и лечебная физкультура в умелых руках врачей творят чудеса. Особенно любят пациенты травматолога-ортопеда Александра Посельского. После его процедур, особенно люди с заболеванием шейного отдела, позвоночника, говорят, что улучшилось зрение, уменьшается сразу головокружение. Некоторые сюда, вот понимаете, некоторых приводят сюда с помощью, ну, кого-то, как говорят, ну, некоторые, заклинило позвоночник. Вот, ну, не может человек ходить. И вдруг вот такой щелчок, треск, и человек встает и улыбается, он не поймет. И вдруг идет, и для него это какое-то чудо свершилось. Как же так это возможно? Это фокус какой-то. Это не фокус, это вот человек умеет так делать. Татьяна Бриусова прошла курс лечения межпозвоночных дисков. Он длился 4 месяца. Она на себе испытала эффект до и после. Мне 62 года. Я обратилась по поводу грыжи у меня. 4 грыжи на позвоночнике. Но положение было серьезное, даже не могла наклоняться. Дети помогали оботься. Даже после первой процедуры Александр Евгеньевич поломал мне всю спинку, ручки, ножки. И я уже наклонилась и сразу же застегнула сапоги. Это даже в первую же вот нашу встречу. Я себя замечательно чувствую. Я катаюсь на велосипеде, я делаю зарядку. Я всегда вела активный образ жизни, много читаю, работаю до сих пор. Так что все замечательно. И всем рекомендую, всем желаю здоровья. Посещайте клинику, М-клиник. Помимо травматолога-ортопеда и массажиста, в М-клиник принимает остеопракт. Дмитрий Шмидт в профессии почти 20 лет. Он уверен, это уникальный метод, который позволяет в кратчайшие сроки и практически безболезненно помочь пациентам восстановиться. Основное, это, конечно, заболевания опорно-двигательной системы. То есть к нам обращаются грыжи межпозвонковые, остеохондроз, артриты, артрозы, то есть суставные болезни. Также с методом остеопатии можно работать и с внутренними органами. Глубокая полезная работа. Остеопатия, она работает не только со следствиями, она ищет причину заболевания. Это более глубокая работа. Техники очень мягкие, безболезненные практически и очень эффективные. Еще один специалист, который отвечает за восстановление двигательной активности – невролог. Все врачи консультируют, помогают друг другу. То есть у нас приходят с консультациями, мы направляем на консультацию, если какие-то вопросы. И больные, конечно, пациенты приходят с обследованиями, со снимочками, с УЗИ. В М-клиник также используют аппаратные методы для лечения и восстановления двигательной активности. Аппарат нейростимуляции работает на расслаблении мышц позвоночного каркаса. А миостимуляция стимулирует и сокращает мышцы, то есть прорабатывает их. Через электроды подаются импульсы, и человек ощущает легкий ток. Не отрицают здесь и медикаментозные методы лечения комплексный подход во всем. Для каждого пациента разрабатывается индивидуальная программа лечения. Главной целем клиник – подарить активное долголетие жителям региона. На это направлены все усилия высококвалифицированных врачей. Редактор субтитров А.Семкин